Спонсор программы Капли Акуметил Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Тагир Хайбулаев выиграл Кубок Европы под Зюдо. Иван Матюшенко, серебряный призер чемпионата Европы по армрестлингу. Самарские вертолетчики выиграли 10 медалей на чемпионате по Волжье. 4 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали завоевали самарские вертолетчики в поселке Дубки Саратовской области на чемпионате по Волжье. За наградами летали 3 экипажа ЦСКА. Программа соревнований включала в себя основные дисциплины. Навигация, полет на точность, слалом, развозка грузов, многоборья и командные соревнования. Наравне с мужчинами удачно выступил и женский экипаж Елена Прокофьева и Диана Риязова. У них третье место в развозке грузов и второе в командных соревнованиях. Серебряную медаль чемпионата Европы по армрестлингу привез из Бухареста, Румынии Иван Матюшенко. Армейец в финале проиграл болгарину Красимиру Кастадинову. Бронзовая медаль досталась грузину Рачо Гахария. Самарский десятикратный чемпион мира по армрестлингу результатом остался недоволен. Причину поражения Матюшенко объяснил отсутствием тренера. Самарский дзюдоист в супертяжелом весе выиграл Кубок Европы. В Мадриде и Испании Тагер Хайбулаев трижды выходил на татами, одолев соперников из Испании, Великобритании и Франции. В итоге получил путевку на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Согласно списку рейтинговых очков, опубликованных Международной Федерацией дзюдо. Кроме самарского спортсмена на Олимпиаду претендует и чеченский дзюдоист Адлан Бесултанов. Кто из них поедет в Рио, решит тренерский штаб сборной. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.